Привет, мои дорогие зрители! С вами Элла Австралия. Вы помните, в последнем моем видео я нашла этот конверт, а там было и серебро, и золото, и бриллианты, и даже сапфир. На следующий день я поехала опять на это же место и вернулась не с пустыми руками. Те, кто впервые у меня на канале, я ищу сокровища на улицах Австралии и иногда их нахожу. Ребята, так что поехали и увидите, что я нашла в этот раз. Очень необычная вещь, это даже не пойму. Ёлочкой, ёлочкой, полочка, ёлочка. Так, так назвать. Вот это вот выдвигается, значит, это как? Как же она ставится? И куда она ставится? А, наверное, на стену. И? Ну и дальше, что сами придумаете, складывать туда? Велосипед. А здесь всё так аккуратненько замотано. Смотрите, это же этот... А, Гутворкино, да. Это же кондиционер. А этот кондиционер выводится в окно. Это жалюзи. Ой, я вам уже говорила. Мы как-то хотели, думали, вот такие вот дома поставить. Там какая-то цена в Австралии ненормальная на них. А это вообще просто новенькая. Это опасно стоит. Ветер дует, может завалиться. Столья, кухонные пальмы в огромных горшках. Было бы счастье, если бы их кто-то забрал. Здесь мебель для улицы. Ну, на ней ещё сидеть, да и сидеть. Ёлочные игрушки. Ой, какой цвет красивый. Там игрушки. Игрушек очень много, очень много. Тоже видно, что тут уже поперебирали. Поперекрутили. И такие, и такие. А здесь ещё и домик. Домик полный, тоже с игрушками. Ну, вот ещё. Ещё что. А это, по-моему, костюм. Возможно, спайдомена. Стол очень большой. А игрушка. А игрушка какая. Ой, боже. Наверное, мыльные пузыри пускает. Или что это такое? Тарелки с Новым Годом. Сделаны в Японии. А вот эти вот тарелки, они где-то тоже с 70-х годов. Эти уже современные. А это, получается, целый набор. И там внизу тоже ещё. К сожалению, я вам не смогу нормально показать. Стулья. Но тут реально антикварные. Антикварные. Больше ста лет им. Блюда. Ручная роспись. Полметра, наверное. Сделано в Китае. Майфэр и Джексон. Дизайн. Непонятно кто. Мамма миа. Жалко-то как. Жалко, ребята. Я вам сейчас скажу, почему жалко. Видите? Ручка или что здесь отломано? А вот здесь ничего не отломано. Это не написано, что здесь. Но я знаю, 500% это итальянское. Потому что дома у меня точно такой же набор стоит. И когда я приеду домой, я вам покажу, какая это красота. Но вы знаете, я по-любому его возьму. Даже вот так сюда цветочки поставить. Это какая шикарная вещь. Ну, а если куда-нибудь поставить на шифонер высоко и далеко, то и не видно будет, что ручки нету. Ой-ой-ой, как жалко. А тут с Новым годом. С Новым годом, товарищи. Вот видите, вам и звезда даже есть. Ну-ка. Нет там проводов у неё. Ну-ка, сейчас посмотрим. Может, ёлочка. Может, ёлочка. Ну-ка, ну-ка. Батюшки мои. Как два глаза. Ну, тут дедушка завернулся. А здесь ещё и телевизор заваленный лежит. И я думаю, что он в рабочем состоянии. Потому что иначе зачем бы люди так аккуратно завернули здесь и 3D-очки, 3D и ремаут-контрол, и всё здесь на месте. И когда такое что-то находишь, можно, в принципе, даже постучать на дверь и спросить, работает оно или нет. Мы уверены, вот это вот работает. Здесь дом выставлен на продажу. Написано «FoSale». А это, получается, люди начинают выгребать всё, что с собой не повезут. Вот они повезут, они с собой вот эти светильники. Очень солидные. А это хрусталь, хрустальные вставки. Два таких. Ну, шикарные. Единственное, его только протереть и пыль смахнуть. Стул тоже очень хороший. Девочка ещё вынесла велосипед детский. Говорит, а у меня, говорит, ещё один велосипед есть. И здесь очень много игрушек. Видите, какая большая коробка. Так что, люди... Почему вы спрашиваете меня, почему всё оставляют? Ребят, иногда здесь, чтобы переехать, это легче, когда по приезду новое купить. Видите? Там футбол. Ну и там дальше, кто его знает? Там не... Ой, батюшки мои. Ой, батюшки мои. Он там какой-то велосипед выкатывает. Ну-ка сейчас. Ну-ка сейчас посмотрим. О-май-го-д. О-май-го-д. А-май-го-д. Почему ты не берешь это с тобой? Рукой вот так показал, смотрите. В булочную за хлебушком ездить-то, а? И корзинка. Ой, ну вообще. Поле чудес. Поле чудес. Что ещё сказать? Комедия, комедия. Оказалось, люди, это македонцы. В общем, показала свой канал. Возьму я вот это. Это всегда пригодится. Ребят, ну... Так что я сейчас ещё с ними... Они со мной по-македонски разговаривали, а с ними по-сербски. На этом же самом месте, где, ребят, я нашла жёлтый пакет. И там, где нашла кольцо золотое. С бриллиантами. Вот я сейчас приехала сюда. Ещё мимо проезжала. Смотрите, это какое-то платье. Платье запечатанное. Оно в чехле. Пишут свадебное. Знаете что? Вот это платье я возьму. Тут ещё что-то лежит. Я как преступник. Вернулась к месту преступления своего. Сейчас. Это что такое? Всё мне понятно. Ребята, вот то серебро, которое я нашла, это, наверное, вот этой фирмы и есть. из такого же материала. Вот точно с такого же. И тут ещё одно. Ой, какой ужас. Платье мокрое, ребятоньки. Тут какая-то красота. Смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой. На него попала вода. И вот тут вот мешок открытый был. И платье замаралось. Возможно, это тоже свадебное платье. Так. Домой приду. Вот это, да. Я вас спрашивала, что это такое? Какой фирмы? Так мы и не разгадали. Ребята, это же было вот на таком же материале. Всё. Домой приеду. Я всё вам покажу. Чудеса продолжаются. Кто не знает, что у меня есть второй канал, канал называется Элла Австралия Ти Ви. Всем добро пожаловать. Дорогие мои зрители, обзор находки начинается. Ложитесь, чтобы не упасть. И пристёгивайтесь. Висит эта красота, а с неё бежит вода. Оно всё мокрое, мокрое навсквозь. Девочки, я такого красивого платья в жизни не видела. Ну, может быть, на картинках видела. А чтобы вот так вот, к такому прикоснуться, нет. Смотрите, здесь на попе, хочу так сказать, находится розочка. мне надо полы сейчас протереть. Вот это вот, это, это натуральный жемчуг. Пуговки. Вы посмотрите, что? Посмотрите, какая красота. Это же произведение искусства. Вот реально, произведение искусства. так, мне надо пойти сейчас помыть пол, потому что я наступила в лужу с водой. Оно, конечно, перекосаёжилось тут, потому что мокрое, тяжелое, сейчас, наверное, 10 килограмм. Я предполагаю, что это викторианский стиль. Как его еще назвать? Ну, это просто чудо. Это просто чудо. И что я сейчас сделаю? Я включу кондиционер, мне его надо срочно обдуть, потому что это просто вода. И то, что мешок был приоткрытый, вот здесь вот на него налетела земля. Так что вот это вот все обдуется. Платье это спасется. Не знаю только, что потом с ним делать. Вот видите, как пол протерла, а вода все равно еще дальше продолжает стекать. Девчонки, ну это же чудо. Я показала Ивану Рыбникову. Он же создает коллекцию из старинных платьев. Это как раз тот стиль. Но оно очень-очень тяжелое, чтобы его куда-то послать. Вообще-то фантастика. Королевское. Вот реально королевское платье. девочки-попевочки. Второе платье оказалось новое. его единственное это надо погладить, отутюжить. у Игоря руки так заболят. Кверху поднял. Вот как это делается. И сзади это все вышито. Оно тоже очень длинное. ну в общем девчонки это поле чудес. По-другому не назовешь. И эта фирма вот она Мэгги Сатера. Забыла вам сказать вот эта фирма называется Рапсима и такое платье если покупать у них на сайте оно будет стоить около пяти тысяч долларов. А это платье Мэгги Сатеру. И в него был вложен сертификат. Так что у них на сайте это платье стоит около двух тысяч долларов. Ребят ну если вы вдруг соберетесь продавать это на ebay или на других сайтов если вы это продадите за пятьсот долларов два платья это будет счастье. лар 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 просто открывался. Ребят в прошлом видео я вас спрашивала что это такое. Мнения разделились кто-то написал что это для пирсинга и все-таки я была права. Это оказались кольца. я зашла на их сайт вот на этот сайт это находится в Канаде это кольца материал серебро а камушки фианиты переливаются как бриллианта. Вот что вам сказать поле чудес это реальное поле чудес так что теперь я знаю что это такое и где это сделано. Видите это скорее всего был какой-то магазин который закрылся потому что вот это вот все люди выставили на улицу все это одной и той же фирмы ну как вам пришлось мне свои доставать как раз заодно их сейчас и помою потому что все пыльные пока доставала разбила одну вазочку разлетелось все к чертям собачьим полчаса пришлось собирать осколки ребят ну вот это я купила возможно я даже не помню лет 15 тому назад вот сделано это естественно в Италии и купила я по-моему я даже вот не знаю как это назвать потому что это может быть вам и как кастрюля для супа и можно использовать как шкатулку а ваза просто шикарная шикарная вам будет не видно но она очень большая видите вот моя рука вот и такая ваза на ней птички невелички платила я по-моему за эту 50 долларов и за эту 50 а это ребят уже как бонус нашла на улице и что мне теперь вот это вот видите ручки наверное крышечку можно выбросить и получится вот такой набор или оставить крышечку я не знаю дорогие мои зрители вот такая у меня получилась удивительная поездка удивительные находки у меня к вам будет огромная просьба если вам понравилось это видео вы можете поделиться им в соц сетях это поможет развитию канала и не забудьте поставить лайк а с вами была я Элла Австралия я вам всем желаю огромного огромного здоровья и мирного мирного неба над головой увидимся очень очень скоро до новых до новых до новых Продолжение следует...